Зачинается рассказ от Ивановых Проказ И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка Это присказка А вот сказка чередом пойдет Ну, так видите ли, миряне, православные христиане Наш удалый молодец затесался во дворец При конюшне царской служит И нисколько не потушит Он о братьях, об отце в государевом дворце Да и что ему до братьев У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов Чуть не десять коробов Ест он сладко Спит он столько, что раздолье, да и только Вот недели через пять Начал спальник царский слуга Примечать Надо молвить этот спальник До Ивана был начальник над конюшней надо всей Из боярских слыл детей Так не диво, что он злился на Ивана И божился хоть пропасть А пришельца потурить вон из дворца Но лукавство сокрывая Он для всякого случая Притворился плут Глухим, близоруким И немым Сам же думает Постой-ка Я тебе двину Не умой-ка Так Недели через пять Спальник начал примечать Что Иван коней не холит И не чистит И не школит Не школит, значит, не учит Но при всем том два коня Словно лишь из-под гребня Чисто-начисто обмыты Гривы в косы перевиты Челки собраны в пучок Шерсть ну лоснется, как шелк В стойлах свежая пшеница Словно тут же и родится И в чанах больших сыта Сыта — это подслащенная медом вода Будто только налита Что за притча тут такая Спальник думает, вздыхая Уж не ходит ли постой К нам проказник домовой Дай-ка я под караулю В тот же вечер Этот спальник Прежний конюш их начальник В стойл и спрятался тайком И обсыпался овсом Вот и полночь наступила У него в груди заныло Он лежит Ни жив, ни мертв Сам все в дырочку глядит Ждет суседки Суседки — значит домового Чуп — в самом деле Двери глухо заскрепели Кони топнули И вот ходит старый коновод Дверь задвижкой запирает Шапку бережно скидает На окно ее кладет И из шапки той берет В три завернутые тряпицы Царский клад Перо — жар птицы Свет такой тут заблистал Что чуть спальник не вскричал И от страху так забился Что овес с него свалился Но Ивану не вдомек Он кладет перо в сусек Сусек — это место для хранения зерна Чистить коней начинает Умывает, убирает Грибы длинные плетет Разные песенки поет Эй, так вот что Наконец проворчал себе хитрец Ладно, завтра ж царь узнает Что твой глупый ум скрывает Подожди лишь только дня Будешь помнить ты меня А Иван, совсем не зная Что ему беда такая Угрожает Все плетет Гривы в косы Да поет А убрав их В оба чана Нацетил Сытые медвяны И насыпал дополна Белоярова пшена Тут, зевнув Пирожар птицы Завернул опять в тряпицы Шапку под ухо И лег У коней Близ задних ног Только начала зариться Зариться значит расцветать Спальник начал шевелиться И услыша, что Иван Так храпит, как Еруслан Еруслан — это герой народных сказок Он тихонько вниз слезает И к Ивану подползает Пальцы в шапку запустил Хвать перо И след простыл Царь лишь только пробудился Спальник наш к нему явился Стукнул крепко об полбом И запел царю потом Я с повинной головою Царь явился пред тобою Не вели меня казнить Прикажи мне говорить Говори Не прибавляя Царь сказал ему Зевая Если ж ты да будешь врать То кнута не миновать Спальник наш, собравшись силой Говорит царю Помилуй Вот истинный Христос Справедлив мой царь Донос Наш Иван То всякий знает От тебя отец скрывает Но ни злато Ни сребро Жароптицево перо Жароптицево? Проклятый! Как он смел Такой богатый! Погоди же ты, злодей! Не минуешь ты плетей! Да и то ли еще он знает Спальник тихо продолжает Изогнувшийся Добро! Пусть имел бы он перо Да и самую жароптицу Во твою отец светлицу Если б вздумал приказать Похваляется достать! И доносчик с этим словом Скрючась обручем толовым Толовым значит ивовым До кровати подошел Подал клад И снова в пол Царь смотрел и дивовался Гладил бороду Смеялся И кусил пера конец Тут Уклав его В ларец Закричал От нетерпения Подтвердив свое веление Быстрым взмахом кулака Гей! Позвать мне дурака! И посыльные дворяна Побежали по Ивана Но столкнувшись все в углу Растянулись на полу Царь тем много любовался И до колотья смеялся А дворяна Усмотря что Смешно то для царя Меж собой перемигнулись И вдруг гореть Растянулись Царь тем так доволен был Что их шапкой наградил Тут посыльные дворяна Вновь пустились звать Ивана И на этот уже раз Обошлись без проказ Вот конюшни прибегают Двери на сешатворяют И ногами дурака Ну толкать во все бока С полчаса над ним возились До его не добудились Наконец уж рядовой Разбудил его Метлой Что за челядь тут такая Челядь значит слуги Говорит Иван вставая Как хвачу я вас бичом Так не станете потом Без пути будить Ивана Говорят ему дворяна Царь изволил приказать Нам тебя к нему позвать Царь Ну ладно Вот срежуся И тот час к нему явлюся Говорит послан Иван Тут надел он свой кафтан А пояской подвязался Приумылся Причесался Кнут свой сбоку прицепил Словно утица поплыл Вот Иван к царю явился Поклонился Подбодрился Крякнул дважды И спросил А по что меня будил Царь Прищурясь левым глазом Закричал ему со гневом Приподнявшись Молчать Ты мне должен отвечать В силу коего указа Скрыл от нашего ты глаза Наше царское добро Жароптицево перо Что я царь Алибоярин Отвечай сейчас Татарин Тут Иван Махнув рукой Говорит царю Постой Я тебе шапки Ровно не дал Как же ты О том проведал Что ты разве Ты пророк Ну да что Сади в острог Острог это значит Тюрьма Прикажи Сейчас хоть в палки Нет пера Да и шабалки Шабалки значит Шабаш Конец Отвечай же Запорю Я тебе толком Говорю Нет пера Да слышь Откуда мне достать Такое чудо Царь с кровати Тут скачил И ларец С пером открыл Что Ты смел Еще переться Да уж Нет Нет не отвертеться Это что А Тут Иван Задрожал Как лист В буран Шапку Выронил С испуга Что Приятель Видно туго Молвил царь Постой Ка брат Ох Помилуй Виноват Отпусти Вину Ивану Я вперед Уж врать Не стану И закутавшись В полу Растянулся На полу Ну Для первого Случаю Я Вину Тебе Прощаю Царь Ивану Говорит Я Помилуй Бог Сердит Из сердцов Виной порою Чуб Сниму Да с головою Так вот Видишь Я каков Но Сказать Без дальних Слов Я узнал Что ты Жар птицу В нашу Царскую Светлицу Если б вздумал Приказать Похваляешься Достать Ну смотришь Не отпирайся И достать ее Старайся Тут Иван Волчком вскочил Я того не говорил Закричал он Утираясь Оперея Не запираюсь Ну а птицы Ты как хочешь Ты на праслину ведешь Царь Затраши Бородою Что Рядиться Мне С тобою Закричал он Но смотри Если ты Неделей в три Не достанешь Мне жар птицу В нашу Царскую Светлицу То клянусь Бородой Где-нибудь Хоть Под водой Посажу тебе На кол Вон Холоп Иван Заплакал И пошел На сеновал Где конек Его лежал Горбунок Его почуя Дрягнул Было Плесовую Но Как слезы Увидал Сам Чуть-чуть Не зарыдал Что Иванушка Не весел Что Головушку Повесил Говорит ему Конек У его Вертясе Ног Не утайся Предо мною Все ж Скажи Что за душою Я помочь Тебе готов Аль мой Милый Нездоров Аль попался К лиходею Пал Иван Коньку На шею Обнимал И целовал Ох Беда Конек Сказал Царь Верит Достать Жар Птицу Государскую Светлицу Что мне Делать Горбунок Говорит Ему Конек Велика Беда Не спорю Но могу Помочь Я Горю От того Беда Твоя Что Не слушался Меня Помнишь Ехав В град Столицу Ты нашел Перо Жар Птицы Я Сказал Тебе Тогда Не Бери Иван Беда Много Много Непокою Принесет Она С собою Вот Теперь А ты Узнал Правду Ль я Тебе Сказал Но Сказать Тебе По дружбе Это Службишка Не Служба Служба Все Брат Впереди Ты К царю Теперь Пади И Скажи Ему Открыто Надо Царь Мне Два Корыта Белоярова Пшена До Заморского Вина Да Вели Поторопиться Завтра Только Зазарится Мы Отправимся В поход Царь Час Приказ Дает Чтоб Посыльные Дворяна Все Сыскали Для Ивана Молодцом Его Назвал И Счастливый Путь Сказал На другой День Утром Рано Разбудил Конек Ивана Гей Хозяин Полно Спать Время Дело Исправлять Вот Иванушка Поднялся Хоть Дорожку Собирался Взял Корыто И пшено И заморское Вино Потеплее Приоделся На коньке Своем Уселся Вынул Хлеба Ломоток И поехал На восток Доставать Таё Жар Птицу Едут Целую Седмицу Напоследок В день Осьмой Приезжают В лес Густой Тут Сказал Конёк Ивану Ты Увидишь Здесь Поляну На поляне А по зелени Цветы Пробежал Над горой Как бы поживы Нечем Прибегай Прибегай Скорей Дружочек Я Птицу Поймал Так Иван Из-за тучи Скусал Что Весь двор Душу Осьмой Прибегай